У меня была клиентка, блогер-миллионник, не могу назвать, к сожалению, имя, но она пришла с запросом финансового потолка, говорит, в общем, веду-веду я проекты сейчас и понимаю, что не могу пробить потолок, то есть он все ближе-ближе, говорит, я расту, да, то есть мои какие-то запросы растут, и к потолку я уже пришла, бью кулаком, пожалуйста, впустите меня, я хочу пробиться наружу, и никак не получается. Финансовый потолок это 50 тысяч долларов в месяц, никак она не может эту цифру преодолеть, давайте вообще посмотрим на то, что такое финансовый потолок, это тогда, когда вы имеете определенную сумму денег, вы хотите зарабатывать больше, но почему-то не выходит. Интересно то, что у каждого человека есть этот самый финансовый потолок, просто вы, возможно, не знаете о том, что его имеете, поскольку нам очень привычно жить в таком уровне нормы, ну, Вась, Петя столько зарабатывает, ну, мои друзья столько зарабатывают, ну, я столько зарабатываю, ну, и фиг с ним. Спасибо современной модели мира, что она помогла очень многим людям вообще увидеть, заглянуть, да, через инстаграм жизни других людей, понять, что, о, а можно больше, и тогда люди начинают стремиться что-то делать, и начинают понимать, что, о, и у меня есть финансовый потолок, оказывается, я хочу больше, делаю, но что-то мешает. Ответ очень прост, дело в том, что финансовый потолок – это наше мышление. Если ваши хотелки уже развились, вы перешли к тому этапу, когда, о, да, я хочу и сумочку от Гучи, и туфельки от Прада, и дом хочу в Лос-Анджелесе, и машину крутую хочу. Но мое мышление еще не готово перестроиться на те волны, в которых это возможно, и в которых я это легко зарабатываю. Вот эта проблема и дилемма очень много. Поэтому я стабильно работаю над этой темой самой, и я каждый месяц расту в доходах, не было бы этого роста, просто не было бы меня здесь сейчас в Лос-Анджелесе, да, сначала Николаев, потом у меня была Майами, теперь у меня Лос-Анджелес, и все это растет, 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 потому что я увеличиваю свое мышление, расширяю свое мышление, позволяя ему впускать в мой мир совершенно новые возможности, и начинается все из головы. Вот с этим, кстати, мы работали сегодня с очень известным блогером. На треле у нее интереснейшую установку, а в ее голове жила такая фраза, я не могу зарабатывать больше, чем мой муж, а она его очень сильно любит и боится с ним развестись, а он зарабатывает меньше 50 тысяч долларов, и для нее это планка. Поэтому проработав вот это убеждение, мозг как бы отпускается наружу, и человек становится свободным, он начинает притягивать другие возможности других людей и реализовывать совершенно по-другому проекты. Итак, важная новость. Ограничивающие убеждения есть у всех, и у богатых людей, и у блогеров, и у знаменитостей. И у вас эти ограничивающие убеждения есть. Просто, возможно, вы даже не знали, что сами уперлись в финансовый потолок. Так вот, ответьте на вопрос, растут ли стабильно много ваших финансов? Чувствуете ли вы, что они растут? Растут ваши запросы, растут ваши финансы, и вы в постоянном росте, и вам от этого кайфово? Или вы чувствуете, что все-таки потолок давит на голову? Финансовый рост или потолок? Чтобы вам дать очень полезное упражнение, я заберусь к Мишке на кровать. В стабильности в определенном уровне нормы в вашем обществе вы можете даже не знать, что финансовый потолок существует, и вы даже можете его не достигнуть никогда. Зарабатывать свои 30 тысяч рублей в месяц и так до конца жизни. Но у вас, например, финансовый потолок мог бы быть даже побольше. Скажите вслух сумму своего заработка. Смотрите, как это делается. Я зарабатываю 20 тысяч рублей. А, все стабильно. А теперь повышайте называть эту сумму на 10 тысяч каждый раз. Я зарабатываю 30 тысяч рублей. Я зарабатываю 40 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю 50 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю 150 тысяч рублей в месяц. 250 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю 500 тысяч рублей в месяц. И тут я почувствовала какую-то неприязнь. Вот он потолок-то. В тот момент, когда вы почувствовали внутреннее сопротивление, называя эту сумму, это и есть ваш финансовый потолок. И, возможно, он гораздо выше, чем то, что вы сейчас зарабатываете. Так вот, вы можете зарабатывать и до финансового потолка, и пробить даже его, и зарабатывать еще больше. Есть только одно условие. Придется менять мышление. Интересно, я буду рассказывать об этом дальше. Кстати, мой финансовый потолок на сегодня это 100 тысяч долларов в месяц. И именно с ним я буду работать вместе с вами. Будем проходить вместе задания. Продолжение следует...